МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Купола Микрона. Рязань захлестнул новый штамм короны. Рязанский Бонни и Клайд. Следователи закрыли дело восьмилетней давности. Музыкальный псалтырь. Рязанские гитаристы возрождают национальную традицию. Рязань захлестнула волна нового штамма коронавируса – омикрон. Число заболевших выросло втрое. Школьников и студентов переводят на дистанционное обучение. Региональный Роспотребнадзор порекомендовал перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Тем не менее, федеральные СМИ настаивают на том, что болезнь протекает куда легче дельты. Все нюансы выяснял Валерий Седов. Омикрон, что называется, накрыл город своей волной. Только всем показалось, что можно выдохнуть, как появилась новость, что за три дня в Рязанском КБ количество заразившихся омикроном увеличилось геометрически. В правительстве отмечают, что динамика эта, к сожалению, положительная. Сегодня мы столкнулись с совершенно иной волной, которая в первую очередь дает колоссальную нагрузку на амбулаторную систему. Мы видим, что только за последние три дня количество обратившихся за пациентов с положительными анализами увеличилось в три раза. Поэтому мы собрали все ваши заявки по каждой медицинской организации. Это необходимо нам 139 студентов-медиков, 39 волонтеров из медвуза, 203 волонтера немедицинских работников. И уже работают 35 автомобилей правительства Рязанской области, которые оказывают помощь в наших организациях. Высокая температура, лихорадка, сухой кашель и одышка – это симптомы, можно так сказать, уже привычного нам штамма коронавируса Дельта. Сейчас же новую волну вызвал уже омикрон-штамм. Разница в симптомах, кстати, есть. Об этом рассказала Надежда Бачманова, врач-инфекционист, с которой мы связались по видеосвязи. При омикрон-штамм витке остается высокая температура тела до 38-39 градусов. Возможно, характерны такие симптомы, как ренарея – это насморк, заложенность носа, сухой кашель, головные боли, ломота в мышцах и суставах. Лечатся пациенты преимущественно амбулаторно. И в социальных сетях уже появилось мнение, что омикрон переносится легче. Цитируя классиков, но это не точно. Предварительная информация говорит о том, что штамм омикрона будет протекать легче, чем дельта-штамм. Но для того, чтобы нам полностью удостовериться в этом или опровергнуть это, нужны еще дополнительные данные. Поэтому по мере сбора эти дополнительные данные информация будет обновляться и, я думаю, будет предоставляться нам в открытом виде. Группа риска, кстати, та же. Люди с соматическими, хроническими и онкозаболеваниями. Поэтому не стоит забывать о таком простом способе защиты, как медицинские маски. Руки и лицо следует тщательно мыть. По возможности стараться избегать мест скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Врачи же настоятельно рекомендуют сделать прививку от коронавирусной инфекции. По статистике, вакцинированные переносят новый штамм амбулаторно. Или не попадают к врачам вовсе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня памятная дата снятия блокады с Ленинграда. 78 лет. В библиотеке имени Горького провели акцию «Диалог поколений». Его посвятили Невскому пятачку. Здесь были одни из самых ожесточенных боев за время блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда – одна из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Ровно 900 дней страданий, голода и холода, мужества и стойкости. Земля бесстрашная, Невский пятачок. Такое название дали организаторы мероприятию, посвященного 78-й годовщине освобождения Ленинграда и одной из самых страшных битвей во время войны. В эти дни мы обращаемся к подлинным документам о подвиге Ленинграда. И понимаем, что то, что пережили те люди, невозможно пересказать, оценить и даже понять, как можно было в холод и голод, Теряя родных изо дня в день, выжить и сохраниться. История битвы за Ленинград неразрывно связана с плацдармом «Невский пятачок». В разгар боев в середине ноября на плацдарме потери составляли до тысячи бойцов в сутки. После завершения Великой Отечественной войны это место стало символом народной стойкости и отваги. В годы войны через Рязань шли эшелоны с жителями Ленинграда. Путь из Ленинграда до нашего региона занимал около трех месяцев. Помню, как в эшелонах ехали, раньше ведь месяцами ехали. От Питера до Рязани некоторые ехали три месяца, чтобы попасть в теплушках. Вот они ехали, встречные пропускали поезда на фронт, а эти ехали так. Нас упыривали в Среднюю Азию, мы в Уфе сами пересели, потому что блокада у меня умерла сестра, дед умер, в войну погиб, отец, бабушка, мать и я пересели. Поезд поехали в Красноярск, где у мамы жил брат. В 55-м приехал в Рязань поступать в институт политехнический радиоакадемию. Вот с 55-го года стала рязанцем. В Рязани в живых всего осталось 61 свидетель того страшного времени. В память о народном подвиге Ленинграду присвоено звание города-героя. Самопожертвование простых ленинградцев помогло не просто отстоять свой город. Оно показало, где находится предел возможностей фашистской Германии. Рязанские следователи раскрыли преступления прошлых лет. Серия из трех разбойных нападений произошла в Рязани почти 8 лет назад. Но последнего преступника удалось задержать только в сентябре прошлого года. Первое преступление местные Бонни и Клайд совершили еще в сентябре 2014 года. В одном из городов Рязанской области зашли в дом к пенсионеру, представились с его родственниками. Им на руку сыграло плохое зрение у мужчины. И пока парень распевал за встречу с дедом, его подельница обыскивала соседние комнаты. От деда они ушли с деньгами. Уже во втором преступлении парочка решила действовать жестче. Ночью они вскрыли окно частного дома и пробрались внутрь, где спала бабушка. В комнате они нашли только 500 рублей. Решив, что вся нажива под матрасом, где спит бабушка, грабители запустили свои руки и туда. Начала поднимать матрасы, соответственно, представляю, женщина проснулась, начала кричать, кто такие, что тут делают. Соответственно, в этой связи между ними произошел конфликт. Эти, так сказать, нападавшие начали избивать. Женщин требует от нее выдать деньги. Избили они ее сильно, после чего она от причиненных через повреждение скончалась на месте. А нападавшие смогли похитить 500 рублей. Других денег они не нашли и убежали. Через неделю новое нападение. И снова новая схема. Парень надел на голову платок, а его знакомой осталось наблюдать. Юноша в платочке постучался в дверь, избил пенсионера и похитил деньги из золота. К счастью, обошлось без жертв. Задержали преступников только через два месяца. У преступления не было единого стиля, а пенсионеры путались в показаниях. И если парню удалось поймать сразу, девушка уехала в Казахстан и получила местное гражданство. И в сентябре этого года, будучи уже гражданкой другого государства, начала пересекать границу. Но ввиду того, что она была в розыске, на границе была задержана, доставлена к нам для проведения следственных действий. Соответственно, следственные действия здесь не были проведены. Виновность ее была доказана. В настоящее время уголовное дело направлено в Ряжский районный суд, где рассматривается по существу. Обоим преступникам вменяют четыре статьи. Кража, грабеж, разбой и тяжкий телесный, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание 15 лет. Юноша половину уже отсидел. Девушка в самом начале пути. Парочка знакомы с детства. Когда ему было 13, а она была в два раза старше, они вместе совершили свой первый грабеж. И вот теперь решили вернуться на прежнюю дорожку. Но ненадолго. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Остальная музыка не оставляет такого отклика. Андрей Восьмерик, в прошлом увлекающийся бас-гитарой, как и большинство его ровесников, так говорит о том, откуда зародилась любовь к фольклору и гуслям. Вскоре нашелся единомышленник. И теперь уже дуэт Кукша возрождает музыкальные традиции и несет их в массы. Средневековый инструмент появляется в раскопках из XII века на иконах тоже в этот период. Также их называют шлемовидные еще. Они больше для такого духовного репертуара использовались. Такие гусли еще называют псалтырь. Их можно увидеть изображенными на средневековых иконах. Они сопровождали духовные песнопения. А вот эти гусли, более привычные взгляду, были распространены шире. Это крыловидные гусли. До наших дней дошли, до 80-х годов, 20-го века еще играли в деревнях Пскове, в Новгороде на них. Они диатонически настроены, как и те. То есть в одной тональности у меня 12-му, распространенные 9-10. Эти гусли из кедра сделаны, задняя дека из ели. Но делали из разных деревьев, из чего росло в общем саду. Из того делали из яблони. Иногда из яблони тяжелее, конечно. Дуэт Кукша по народному названию «Маленькой певчей птички» сложился в прошлом году на общем интересе музыкантов к этнической музыке. Скажем, Андрей изначально играл на гитаре и бас-гитаре. А гусли, гармонь и другие инструменты пришли постепенно. Это как-то изнутри пошло. Я не мог уже противиться этому. То есть почувствовал, что остальная музыка уже не вызывает у меня таких откликов такого. Ну, конечно, вызывает, но вот то, что я услышал в народном творчестве, такого я еще не слышал. Его гусли сделаны на заказ и те, и другие. Мастерами вручную. Музыку напарники ищут в многочисленных архивах, которым доступ, к счастью, есть. А вот должного интереса пока, к сожалению, нет. Сейчас у нас интернет. Слава Богу. То есть и множество экспедиционных записей существует уже. Ну, там не все, конечно, слили там в сеть, но уже можно достать что-то. К тому же есть вещи в узких кругах популярные, вот, скажем, фалькнерные там. Но они почему-то не могут прорваться к широкому зрителю. В репертуаре калятки и духовные стихи, мелодика которых удивляет и заставляет замереть, даже если вы далеки от религии. Но это выступление для публики благодарной. Сегодняшним зрителям религия близка. Уже 10 лет проходит, по каждую среду, проходит молодежное общество «Граната». Мы объединяем молодежь, которая интересуется вопросами, во-первых, религии, во-вторых, интересно просто встречи, общение, прежде всего общение, религиозные вопросы те или иные. Приглашаем интересных людей, или как сегодня приглашаем коллектив, который хранит традиции нашей песнопений, наших музыкальных инструментов. Эти встречи необходимы еще и для того, и такие концерты необходимы для того, чтобы познакомить людей, в частности нашу молодежь, которым принадлежит будущее, с нашей замечательной традицией. Традиции музыки, традиции песни и, конечно, песни религиозной. Волшебные звуки струн и мелодика фольклорной музыки, рассказы о гуслях и истории их в народной культуре в столь нелегкое время. Подобная встреча может оказаться окрыляющей и целительной. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо-чудо вас кричают. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В выставочном зале художественного музея имени Ивана Пожалуйста на снова презентация юбилейная. 70 лет Игорю Власову, который стал учителем живописи для многих к настоящему уже состоявшихся современных художников. В экспозиции 120 полотен и самого маэстро и его воспитанников. Свой путь в живописи Игорь Григорьевич Власов начал в Рязанском художественном училище. И вот в этом году исполняется уже 40 лет, как он сам преподает. Неизменно за это время одно – верность традициям. Продолжение традиции русского искусства. И, в общем-то, не только русского. Традиции много. Мне, например, и голландское искусство 17 века очень нравится. За годы преподавательской деятельности в Рязанском художественном училище Игорь Григорьевич воспитал не одно поколение художников. В экспозицию выставки вошло около 100 произведений 25 авторов. При этом разнообразие техник, жанров и направлений, в которых они работают, удивительно. Это и акварельные зарисовки, и модерн, и книжные иллюстрации, и даже наивное искусство. Но в большинстве своем – реализм. Мне, конечно, нравится больше то, что кто остается на пути реалистического искусства, академического, да, это мне нравится очень. Но мне нравится и то, что делают по-другому. Это тоже очень интересно. Игорь Власов гармонично сочетает в себе качество педагога и художника. В свои 70 он продолжает много и плодотворно работать, в последние годы целиком сосредоточившись на живописи. Летом мастер пишет в деревне Озерье в Клепяковском районе, в остальное время в Никуличах под Рязанью. Это, прежде всего, очень высокий уровень академической живописи. Настолько тонкое владение материалом, техникой. Ну, все это, конечно, институт имени Репина в Ленинграде, наша Академия художеств, один из старейших вузов России вообще, который хранит традиции и действительно воспитывает мастеров первоклассных. Ну, и, конечно, это творчество, которое очень доступно и любимо зрителям, потому что, я думаю, что, несомненно, его творчество, творчество Игоря Власова, всегда будет востребовано, всегда будет понятно, понято зрителями, потому что очень тонкие, реалистические, такие романтические пейзажи, портреты. Да, есть некоторый налет соломности, но это не так плохо. Хронология представленных на выставку работ начинается с 1974-го и заканчивается 2021-м годом. Выставка продолжит свою работу до 20 февраля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин